Всем привет, друзья мои! Вместе с камерой я выхожу в сад. Птички поют, солнышко светит, но очень холодный ветер. У меня еще накрыты розы. Здесь зацветли это ирис. Открыла я сегодня лаванду. Крокусы цветут. Я здесь добавила вчера удобрение кемеру. Весна для цветов. И я уже немножко здесь перекопала. Землю прорыхлила. Завтра, может быть, открою розы, потому что к выходным обещают 17 градусов. Это желтенькие крокусы. Синенькие, такие красивые. Банчики все повсходили. У меня еще оформление зимнее в горшках елки. Так я оформляю на зиму, чтобы красиво было. Здесь вот синенькие. Крокусы. Цветут. Окошко у меня здесь копает. Это она любит. Когда я где-то покопаю, значит, и ей там обязательно надо покопать. Эти панчики взошли. У нас еще снег лежит. Очень хочется прожить в саду, но пока есть снег. Здесь у меня хвойная такая площадочка. Елки канадские. Тис. Живельники. Два рода дендрона. Вот этот я сегодня открыла. Надеюсь, листики у него не обожгутся солнышком. На зиму я его накрывала таким специальным укрымным мешочком. Почки у него есть. Вот эта цветущая почка. Это почка с листиками. Он цветет. В том году цвел. Ну и в этом году тоже, думаю, порадует красивыми цветами. Ну, помогу мне. Я ее не накрываю. Она прекрасно зимует. Красивые желтые цветочки с приятным медовым ароматом. А здесь у меня роддендрон ползучий. Ну, в прошлом году случилась с ним такая беда. Он заболел. Заболел, видимо, основательно. Вот все, что от него осталось. Это одна вот такая ветка. И вот все, что перезимовало только на этой ветке. Я его обрежу. Может быть, эту ветку, если она совсем не погибнет, я сохраню. Почки есть. Пересажу в другое место. И я ему купила замену. Та-дам! Точно такой же. Роддендрон ползучий. Сорт Скарлетт Бандер. Очень красивый. Я оставлю фотографию. Все красивыми красными цветами. А этот цветет сиреневыми огромными шарами. Открыла я сегодня лаванду. Немножко она запрела, конечно. Видно, я ее сильно укутывала. Но я думаю, что отойдет. Здесь вот пруд у нас. Вода уже растаяла. Немножко. Там, видите, сколько еще снега лежит. Это тиз золотистый. Здесь тоже лаванда накрыта, но она еще под снегом. Может быть, завтра, послезавтра я раскрою розы и вот эту лаванду я тоже растула. У нас еще снег. Земля не копается. Еще промерзла. Я вообще вышла, чтобы посадить лук. Лук я буду сажать вот такой длинной кашпой. Я не хочу занимать им грядку. Мне нужна от него только зелень. Луковицы это не принципиально. Здесь я его замочила. Такие маленькие луковички. Купила я их еще в осенью. Замочила я их в растворе живой силы. Большая луковица. Сейчас я их посажу, а потом я их занесу в баню. Там у нас прохладно. На улице, конечно, я его не оставлю. Такие у нас горшочки. Нужно, конечно, уже все помыть. Холодно. Вчера был просто ураганный ветер. Сегодня тоже дует холодный ветер. Ну, вот луковый десант сидит на месте. Сейчас я их отнесу в теплое место. Это наш золотой тис. Огромный стал куст. Вот в этом году мы его, наверное, будем связывать, подтягивать его в одну, в один большой кустик, потому что уже он сильно разросся. Почему золотой? Потому что у него такие кончики веточек. Если видно, солнце мне светит. Они такие золотого цвета. Он очень стал большой. Ходить уже невозможно. И мы его привяжем. Вот ветки еще придавлены снегом. Ну, а здесь просто еще сугробы, можно сказать. Всем пока. До встречи в саду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok